Девушки отдыхают Как его травили при жизни и кто был с ним рядом накануне его смерти? Это, конечно, грязь, это, конечно, дрянь. Но это уже случилось. Куда исчезли улики? Я задаю резонный вопрос следственному комитету следователя. Чья кровь? Чья кровь? Что до сих пор тревожит Бориса Галкина? Это никогда не было проблемой внутри семьи, внутри нас, наших. Это никогда не было проблемой на работе. То, что он выпивал. Откровения друзей и коллег накануне печальной даты. Ему помогли. Ему наоборот усугубили все это кто. Это не были близкие, не были родные. Кто сегодня пытается примазаться к чужой славе? И кому поверите вы? Ну, столько вранья, сколько вылили просто в его адрес, в его судьбу, это вообще омерзит. Смотрите прямо сейчас. Столько вранья, сколько вылили просто в его адрес, в его судьбу, это вообще омерзит. Я вообще его подпяти не видел никогда. Вот еще одна жертва. Таруса. Тихий городок на берегу Оки. Ах, золотые деньки, где уголки потайные. Вечная любовь Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Скромный дом на окраине, заснеженный двор. Борис Галкин лихо машет лопатой. Вместе с женой, заслуженный артист России, возводит ледяную горку для их трехлетней дочки Анечке. Он долго не решался на это интервью. Его можно понять. Галкин-старший никогда никому не обещал мстить. И лишь в одном поклялся 11 лет назад. До конца своих дней отстаивать честь и достоинство своего сына. Он был очень азартный, заводной. И он таковым и остается, потому что он всю свою живую природу оставил в своих героях. Короткая стрижка, черная кожанка, косая сажень в плечах и обезоруживающая улыбка. В этом был весь Галкин. Свой парень в доску. Владислав, куда чаще его называли Влад, в кино и на фото боец спецназа. Но боец на память цитировавший Ницше. Как говорил товарищ Христоф, ищите обрязь. Свой путь в кино он начал ребенком. Бабушка отвела на кинопробы. Еще до того, как ему исполнилось 15, Влад успел сняться аж в пяти картинах. Причем сразу в трех из них сыграл главные роли. Когда спрашивали Станислава Говорухина, скажите, ну вот какая роль Владислава все-таки из тех, которые... Вы знаете, какая у него там лучшая роль? Гекель Берифит. Тем, кто вырос в 80-х, другого Гекель Берифина сложно даже представить. Но по-настоящему знаковым и для отца, и для сына стал фильм «Этот негодяй Сидоров». Ведь именно после него Влад стал называть Бориса Сергеевича папой. После того, когда смотрели фильм, я говорю, Владюх, ты будешь настоящим артистом. И вот тут он посмотрел на меня так внимательно и очень строго, по-взрослому. Правда, папа? Сказал, да. Он к тому времени уже известный актер, она художник-декоратор. Борис Галкин и Елена Демидова познакомились на съемочной площадке. К тому времени у обоих уже были за плечами неудачные браки. Но именно эта встреча стала судьбоносной. Галкин не просто сделал ей предложение, но и стал настоящим отцом для детей Демидовой – Влада и Маши. Они мои родные. Точка.ру. Вот я могу сказать, это обсуждение не подлежит. Я знаю двух родителей этих великолепных детей. Это Елена Демидова и Борис Галкин. Других родителей я не знаю. Вот мой сказ на все. Февральская слякоть 2010-го. В тот вечер все выпуски новостей начинались со скупых и страшных кадров, сделанных возле этого московского подъезда. В Москве умер актер Владислав Галкин. Как сообщили в управлении столичного ГУВД, его обнаружили в собственной квартире без признаков насильственной смерти. Потом будут скромные похороны, целая череда скандалов и разборки, затянувшиеся на долгие 11 лет. Все эти годы отец Владислава Галкина практически в одиночку пытался докопаться до истины. Он долго молчал прежде и сегодня хочет спросить с тех, кто даже не пытался найти ответы. Не, ну столько вранья, сколько вылили просто в его адрес, в его судьбу, это вообще омерзительно. Это просто, я не знаю, такая мразь, такая гадость вообще, такое преувеличение. Гадство просто какое-то, от меня даже слов нет. Убитых словом добивают молчанием. Кто поддержал, а кто отвернулся от Владислава Галкина в трудную минуту? Как его родственников пытаются втянуть в скандалы спустя 11 лет после смерти актера? И почему свои последние дни жизни любимец миллионов провел в съемной квартире, стараясь лишний раз не выходить из дома? Смотрите далее. Столько вранья, сколько вылили просто в его адрес, в его судьбу, это вообще не может быть. Я вообще его в отрицине видел никогда. Вот еще и ближе. Холодное лето 2009-го. Брошенный в баре стул и стрельба из травмата в тот день разделили карьеру и жизнь Влада Галкина на то и после. Увидев эту запись с камер видеонаблюдения, он извинится и честно признается, что ничего не помнит. Господа милиционеры! Господа милиционеры! Слушаем вас! Да! Ему напомнят каждую рюмку и каждую из жен. Тонкая грань между нервным срывом и пьяным дебошем сотрется на страницах «желтых газет». Я ему звонил несколько раз во время его вот этой трагедии, поддерживал, хотел встретиться, он говорит, да нет, нет. То есть он еще и сам замкнулся. Галкина приговорят к условному сроку. Поверьте, я за те пять месяцев, которые пошли с момента происшествия, наказал себя, уваждаю, что дальше просто перестали все встать. Но из 14 испытательных месяцев он проживет всего два. Официальной датой смерти Владислава Галкина значится 25 февраля. Диагноз – внезапная остановка сердца. Он в ужасе был и от всей этой ситуации, и от того, что он оказался подсудимым. Ему было стыдно. В общем, очень он переживал. Ну вот многие, в том числе отец считал, что это повлияло на дальнейшую его судьбу. Первый по-настоящему всенародный успех пришел к Владиславу Галкину, когда он сел за руль большегруза. Заводной, но быстро отходчивый Сашок и бывалый шофер Иваноч. Каждую новую серию с их приключениями на большой дороге зрители ждали с замиранием сердца. Говорили, что сейчас он вот тут где-то за стенкой. А где КамАЗ? Ну, при том, искренне так. Думаю, что вот я приехал тут на КамАЗе и Сашок тут сейчас выйдет. Деревни Станчики, Витебская область. В марте Владимиру Гостюхину исполнится 75. Планов у актера по-прежнему громадье. Но из-за пандемии он был вынужден приостановить работу и в кино, и в театре. И поэтому у меня появилась масса свободного времени. Я уехал сюда, и вот я год практически нахожусь здесь. К моменту съемок в «Дальнобойщиках» Гостюхин уже народный артист Беларуси и лауреат сразу двух госпремий. Галкину только исполнилось 30. Но несмотря на разницу в возрасте и регалиях, они быстро нашли общий язык. Объединила напарников кабина КамАЗа. Мы почувствовали с Владом. Мы на репетициях пошли друг в дружку, вписались. Вот это мой парень. Успех у «Дальнобойщиков» был ошеломляющим. Настоящий всплеск народной любви. Владислав Галкин в один миг стал одним из самых узнаваемых актеров страны. Вижу в «Дальнобойщиках» артист очень органичный, очень органичный, свободный. И фактура у него вот такого русского национального героя, который сейчас необходим. Рубаха. Парень из народа. Образ Сашка, который приклеился к Галкину после первых же серий, чуть не сыграл с актером злую шутку. Уж слишком много появилось желающих побрататься и обязательно опрокинуть рюмку-другую за знакомство. Зря ты сюда приехал, брат. Ты садись, выпей. Сказать, что Влад был трезвенником, я не скажу. Скажу, что он был алкоголиком. Он не был алкоголиком. Влад мог крепко, по-мужски, выпить. Уже в статусе большой звезды он, конечно, мог себе позволить чуть больше, чем раньше. Но тот же Гостюхин с напарником особо не церемонился. Я говорю, я бы тебе сейчас в лобешнице. И, ну, что делать? Ладно, сиди, сиди, давай, соберись только и давай простуду. Кахай, чихай там что-нибудь. Изображай больного. И я говорю, я нахожу, что-то с фалатом, похоже, простыл. Все-то плохо себя чувствует очень. Сегодня точно ничего не снимем. Это потом про Галкина будут писать, мол, пил беспробудно и мог исчезнуть со съемок чуть ли не на неделю. И никто даже не задавался вопросом, а стали бы ведущие режиссеры страны приглашать в свои фильмы такого проблемного актера, как о нем писали в «Желтой прессе». Я вообще его в подпятии не видел ни-ка-гда. Я еще раз подчеркну. Крупно. Ни-когда. Я его в подпятии не видел вообще никогда. Вот в чем дело. Конечно, Галкин порой позволял себе расслабиться. И сам не раз признавал свой непростой характер. Но отец Влада хочет раз и навсегда снять ярлык, когда-то повешенный на его сына. Дело в том, что это никогда не было проблемой внутри семьи, внутри нас, наших. Это никогда не было проблемой на работе. То, что он выпивал, выпивал, да, твердый. Но чтобы это каким-то образом помешало, то нет. Так что же на самом деле случилось в съемной квартире, где было найдено тело Владислава Галкина? Что привело к трагедии? Куда исчезли деньги, снятые со счетов актера? И почему сестра Влада, Маша, не хочет общаться с отцом? Смотрите далее. Столько вранья, сколько вылили просто в его адрес, в его суде, это вообще нельзя. Я вообще его подпятии не видел никогда. Вот еще одна жертвая. Таруса, Калужская область. От Москвы по зимней дороге почти 4 часа езды. Уже как год Борис Галкин вместе с женой Инны обустраивают здесь семейное гнездышко. Инна, младший мужа, на 25 лет. Три года назад они стали родителями. Дочка Аня Галкина пока ничего не знает о своем старшем брате. Ну, потом какое-нибудь кино посмотрим, расскажу. Кикель Берефина посмотрим. Но надо ей чуть повзрослеть, пока она... Все мультики, мультики у нее там не такие. Летом 2009-го эти кадры облетели все телеканалы страны. Новость с пометкой «Молния». Знаменитый актер Владислав Галкин устроил пальму в столичном баре. Но что на самом деле произошло в тот день, до сих пор не рассказывал никто. Измотанный Влад тогда только вернулся из Ярославля, где закончились съемки первой части сериала «Котовский», где Галкин играл главную роль. По сценарию разбойник и революционер, выйдя из образа, он первым делом поехал все-таки не в бар, а к родителям. Он внутренне все время куда-то стремился. И приехал он, кстати, выпивший. И мы с ним посидели только, пили только чай. Я понимал, что лучше не усугублять эту ситуацию. Но он рвался все равно из дома. Мы хотели его оставить, но все равно он рвался из дома. В тот вечер это никого не удивило. После сложных съемок Галкин и раньше любил прогуляться пешочком, заглядывав в бары по пути. Но всегда все заканчивалось тихо и мирно. Дома, в кровати. А тут такое. История, которая там получастного порядка, была распиарена, растиражирована в угоду каких-то определенных событий. Кто-то на себе сделал имя, пиар, какую-то сиюминутную известность, звездность. Фактически уничтожили ее. Бармен отказался наливать лишнего. Актер выхватил пистолет и выстрелил резиновой пулей в сторону бутылок. Сейчас и тогда хорошо видно, ни в зале, ни за барной стойкой нет ни души. Главное, как это часто бывает, осталось за кадром. Ну и там дальше началось, тот вызвал милицию. Приехал мальчик какой-то, милиционер, который соврал потом, что у него упала фуражка после того, когда Владик его ударил, и что Владик топтал эту фуражку. Вранье, этого не было. И это на экране тоже видно. За истоптанную фуражку и стрельбу по бутылкам дело возбудили сразу по двум статьям. Хулиганство и применение насилия в отношении представителей власти. Это было, конечно, необоснованно. Это было искусственно создано такое обвинение. Ну и нам удалось уже вследствие опровергнуть. Мы добились проведения новой экспертизы. И при новой экспертизе было установлено, что, конечно, такого вреда не было причинено. Галкин не просто прилюдно раскаялся. У меня эта ситуация, к тебе, не типична и чудовищна. Уже после приговора суда, получив условный срок, он написал открытое письмо в московский комсомолец. Цитата. Если общество решит, что Влад Галкин – зло, которое нужно искоренить, то так тому и быть. То, что произошло для меня самого, стало шоком. Не могу понять, как мог совершить подобное. Если бы можно было отмотать время назад. Но время уже было не остановить. А вы когда-нибудь слышали вообще от подсудимых такие слова раскаяния, такого, такой природы, откровения от кого-нибудь? Это твой, Владислав. Это та же правда, которая вот в нем жила всегда. И до скандала со Владиславом Галкиным и уже после него к актерским срывам было принято относиться, как к милым чудачествам. Ты все снял, придурок? А теперь засусь. Телефон. По мотивам дебоша Алексея Панина по всей стране даже вводили специальные курсы для барменов и официантов. Как себя вести, если звезда изволила кушать? Михаила Ефремова прощали так часто, что в какой-то момент уже стало невозможно понять, где тут игра, а где реальность. Чем это закончилось, сегодня знают все. С Владиславом Галкиным все вышло совсем по-другому. Он оступился всего раз, и ему этого не простили. Конечно, это было тяжело для его сознания, для его сердца. Это с его обостренным чувством совестливости и искренности, это было ему непосердно. Ну, с Галкиным произошло, что все, как оголтелые средства массовой информации, в том числе и социальные сети, все стали клевать, как он мог, он там был пьяный, и его просто затюкали. Добрый и отзывчивый на экране, таким же он был и в обычной жизни. Но дела сугубо личные Галкин не обсуждал даже с самыми близкими друзьями. Хотя отголоски семейных скандалов четвертой женой, актрисой Дарьей Михайловой, порой проникали даже на съемочную площадку. Он свидетелем. Ну, в кабине сидим, деваться некуда, они по телефону. То, вовсе, такой ругань идет, скандал просто. Думаю, боже мой, почему я тут сижу с ним? Сок, через 10 минут звонок опять, опять милый, любимый, дорогой. Он любил ее больше жизни, больше себя. Такую любовь, я вам скажу, встретишь ветка. Он в эту тему не пускал никого, кроме своей возлюбленной. Так что тут все это с ним в его сердце осталось. После скандала со стрельбой и показательного суда, спусть и условным, но сроком, в один миг личная жизнь Влада Галкина из семейных альбомов перекочевала на обложки таблоидов. В комментариях под статьями с громкими заголовками вчерашний герой и любимец зрителей вдруг превратился в алкоголика, дебошира и домашнего тирана. Просто хайпнуть. Так это, оказывается, называется сейчас, да? Хайпануть. Чтобы просто хайпануть. Ого, посмотрите, вот он такой. Вот, видите, не мы одни говнюки. Не мы одни. А вот есть же вот и люди, вот мы точно такие же. Это, конечно, грязь. Это, конечно, дрянь. Ну, это уже случилось, что тут сейчас? Ему же все равно. Кому сегодня точно не все равно, так это Борису Галкину. Он в деталях помнит тот день, когда разговаривал с сыном в последний раз. Я его обнял, и я говорю, что ж так сердце-то твое стинает, стинает, папа, стинает. Вот его сердце стенало. Кто-то не додал, кто-то не услышал, кто-то не понял. Так получилось, что в его последний день жизни рядом с Владом не оказалось тех, кого он по-настоящему любил. У меня такое ощущение, и в какой-то момент он оказался один. И по пьянке то ли с кем связался. Борис-то считает, не знаю, что там был элемент грабежа. Тогда, в феврале 2010-го, отец первым забил тревогу. Влад целые сутки не выходил на связь. Взломав закрытую изнутри дверь, спасатели сразу поняли, актеру уже нечем помочь. Та страшная картина до сих пор у него перед глазами. Полупустые бокалы, забрызганные кровью стены и тело сына, лежащее на полу. На одном или двух бокалах были капли крови. Капли крови были на столе. Капли крови были на стене в коридоре. Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность на фоне обострения хронического панкреатита, спровоцировать которую могло алкогольное отравление. В квартире Галкина нашли недопитую бутылку коньяка и пакет томатного сока. То, что это не Владик купил себе, это совершенно определенно. Потому что Влад вообще томатный сок не пьет. Он его не любит. Он любил яблочно-морковный сок со сливками. Вот это вот его любимый сок. И тем более запивать коньяк томатным соком. Это вообще был не Владик, а напиток. Одна из знаковых, и как он сам признавался, любимых им ролей в карьере. Роль поэта Ивана Бездомного в телесериале «Мастер и Маргарита». Вот еще одна жертва луны. Да, это еще одна жертва. Вроде меня. Галкин называл Бездомного самым честным из всех персонажей романа и сыграл его так, чтобы помнили. Зачем его забрал Бог на ту, не знаю. Вот это очень трагично. Мне это очень, действительно, очень и очень горько, что его нет с нами. Это невосполнимые пробелы. Невосполнимые пробелы есть и в обстоятельствах смерти Владислава Галкина. Последние месяцы он жил на съемной квартире. В своей новой, собранной из пяти коммунальных комнат, затеял грандиозный ремонт. Снял с личного счета крупную сумму денег. Больше 100 тысяч долларов. И скоропостижно скончался. Деньги так и не нашли. А потом исчезли со стен и капли крови. Те самые, которые видел отец Галкина. Я задаю резонный вопрос следственному комитету со следователем. Чья кровь? Чья кровь? Они не знают, чья это кровь. Они не расследовали. Ну, как это может быть? Неужели таинственную смерть актера просто списали на алкогольную зависимость и тяжелое расставание с женой? Или его близкие просто не хотят в это верить? После дам в квартире было понятно, что там были вот в эти крайние сутки были еще иные люди. Кто это был? Сколько их было? Следствие не исследовало. Эти материалы. Просто он уже крылся. Вот по пьянке умер. И все, что называется. Ему помогли. Ему наоборот усугубили все это кто. Это не были близкие, не были родные. И усугубили, помогли им. А может быть, еще и грабану были. Отпевали Владислава Галкина в том же храме, где его когда-то и крестили. Церемония прощания была закрытой. Только для самых родных и самых близких. За полгода предшествовавших трагедии отцу и матери хватило шума вокруг их сына. На самом деле Влад в хорошем смысле этого слова был таким народным артистом. Он был такой парень из нашего двора. Его реально публика любила. Хотя так же быстро и предала. Поэтому я говорю обстоятельства смерти Владислава Галкина. Кто виноват смертью Владислава Галкина? А виноваты всему. Вскоре после смерти Влада его жена Дарья покинула Щукинское училище, где преподавал актерское мастерство и до сих пор избегает внимания прессы. Борис Галкин, проживший в браке с Еленой Демидовой почти три десятка лет, ушел из семьи. В 70 стал отцом. И очень надеется, что его поймет старшая дочь Маша. Когда я сказал о том, что у тебя родилась сестра, то Маша сказала, нет, папа, мы с тобой эту тему обсуждать не будем. Я повесил трубку, больше я с ней не смог до нее дозвониться. Уже много лет младшая сестра Влада, Мария Борисовна Галкина, живет отшельницей под Псковом. Их мать, Елена Демидова, так и не смогла оправиться от свалившихся бед. Ее не стало 4 года назад. Семейная идиллия теперь царит лишь на пожелтевших от времени фотографиях. Отец уверен, тайна смерти его сына однажды все-таки будет разгадана. Для этого достаточно возбудить уголовное дело. Но как бы то ни было, сам Владислав Галкин навсегда останется в памяти тем самым 38-летним, своим в доску парнем, с улыбкой так и не повзрослевшего Гекель-Берифина. Самое главное состояние, которое у нас есть, это помнить. Помнить и верить. не забывать оглядываться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok